Добрый день, друзья! Программа «Час» с Еленой Гордон и я её ведущая. Александр Фурман. Книга Фурмана. История одного присутствия. Из интервью Александра Фурмана. Замысел возник давно. Я начал писать книгу в середине 80-х годов. Замысел возник во глубине советского, когда было ощущение, что отнята история. Единственное, что тебе принадлежит – твоя жизнь, как твоя жизнь. Это не вполне даже роман. В большой степени он притворяется романом. Это что-то такое антилитературное. Это попытка вернуть себе свою историю, которой в советские времена не могло существовать просто. Такие сведения о человеке были ненужными, лишними. Главы из книги «Книга Фурмана». Мартовский снег. Двухлетний кореглазый фурман гулял этой зимой с приходящей няней в дальнем уголке детского парка с семейным названием «Третий дом». Ходили в этот дальний уголок через уютные московские проходные дворики. Мимо всех брегелевских на русский лад зимних забав. Вдоль забора из железных копий по густым аллеям с задеревеневшими тополями, дубами, кленами. На знакомой полянке в уже грязноватом мартовском снегу копошились младенцы. Бродили молодые мамаши, бороздя колясками рассыпчатое месиво. Лениво переговаривались бабки и няньки, рассевшиеся с вытянутыми ногами на очищенной скамейке. Фурман отдал кому-то свой железный совок, получил взамен лопатку и принялся докапываться до потаенных слоев. Иногда быстро выходило солнышко, на глазах набирая силу. Закутанный фурман успевал разогнуться и с радостным прищуром оглядеться. И тут же скрывалось. И фурман снова начинал прихлопывать, носить пирожки, ковырять ходы и просто бессмысленно подбрасывать, порой откладывая лопатку в сторону и помогая себе, чем можно. Именно в такой момент он боковым зрением заметил какое-то неторопливое направленное движение к лежавшей рядом лопатке. Фурман успел схватить ее. Но и эта маленькая раскоряка с голубыми холодными глазищами тоже, причем за ручку. Она молча тянула лопатку к себе. Неужели это была ее лопатка? Не может быть! Дай! Проскрепела девчонка и рванула опять. Но тут уж фурман держал крепко и неожиданно для себя вырвал лопатку совсем. Оба растерянно замерли. Дай! Пока она не плакала. Фурман отвел руку с лопаткой и, чуть-чуть отвернувшись, с демонстративной деловедностью пару раз копнул. Эта дразнящая игра со все более резким верчением и нагловатыми копательными движениями успешно повторилась несколько раз, прежде чем девчонке удалось со злым схлипом вцепиться в фурмановскую шубу и почти одновременно в лопатку. Ух ты! Возмущенно почувствовал фурман и дернулся изо всей силы. Девчонка легко слетела и, сев в снег, заорала громко и противно. К ней уже шла ее мама. Смиряя волнение, фурман стал быстро, не глядя, копать. Мама разговаривала с маленькой злючкой довольно сухо. Ну-ка вставай, кончай реветь, поднимайся, кому говорят, сама виновата. Нечего было приставать. Твоя лопатка вон где лежит, а эта чужая. Заметив свою лопатку, та в раз перестала и даже посветлела. Но тут подоспела фурмановская нянька, плотная, розовощокая, схватила его сзади, тряхнула и довольно крепко наподдала. «Я тебе попихаюсь! Ишь!» И наподдала еще. Лицо у нее было какое-то строгое, но при этом почему-то радостно возбужденное. С освободившимися руками она не спеша двинулась к скамейке, оглядываясь и как бы одобрительно кивая разъяренному красному фурману. Гулянье было испорчено. Все занятия потеряли смысл. День померк. На обратной дороге фурман отказался держаться за нянькину руку. Только при переходе через улицу хмуро дал себя взять. И, оказавшись уже на своей стороне, пошел впереди с независимым видом. Прохожие, кто с улыбкой, кто сердито, расступались. И нянька, посмеиваясь, сделала ему знак приблизиться. Мол, ты же мешаешься. Но фурман продолжал выдерживать дистанцию, хотя обида его уже как-то подысякла. Они дошли почти до ворот фурмановского двора, когда, мимо тормозя, проехала бежевая победа с шашечками, остановившаяся у самого их подъезда. И с передней двери стала вылезать фурмановская мама. Хм, это мама приехала, изумился фурман. «Не беги!» Нянька хотела схватить его за руку, но он ловко увернулся и полетел, полетел по расчищенному, почти бесснежному тротуару. Мама поглядела в его сторону приветливо и озабочена. Фурман с доброй, понимающей улыбкой обижал подозрительную лужу перед воротами и уже готовился подпрыгнуть, чтобы мама поймала его. Но тут она вдруг укоризненно сказала, выставив ладонь, «Стой, Сашура, подожди!» Ей надо было что-то вытащить из задней дверцы. Фурман остановился, чуть не споткнувшись, и на лице его застряло какое-то смазанное, спутанное выражение. Подошла нянька и, взяв фурмана за плечи, отвела его в сторонку. Они стояли и смотрели, как мама с трудом вытягивала из глубины машины какие-то черные изогнутые прутья странной конструкции и ставила их на дороги, вызывая молчаливое недовольство прохожих. Наконец машина уехала. «Это я купила нам новые кресла», — сказала мама и пошла звать дедушку, оставив Фурмана с нянькой сторожить. Фурман тоскливо посматривал по сторонам. «Вишь ты, кресло!» — мягко, — сама себе сказала нянька. Фурману было нехорошо, в груди и в коленках какая-то пустая тяжесть, какие-то комки. Экскаватор. Детский сад выезжал на дачу. Утром, уже перед самым отправлением на сборный пункт, дома вспыхнул скандал. Фурман хотел взять с собой огромный железный экскаватор. За несколько дней до этого, когда он впервые высказал свое желание, родители не стали спорить, решив, что в предотъездной суете все это как-нибудь само рассосется. Но, как оказалось, просчитались. Помимо действующей руки, зубастеньким ковшом на конце, управляемой при помощи множества тросиков и колесиков, экскаватор имел вращающуюся кабину, дверца которой открывалась и запиралась маленьким крючочком-рукояточкой, как настоящая. Фурман уже представил себе, как будет замечательно строить с ребятами город в песочнице. Там и прямо сегодня вечером. Поэтому сбить его настрой не удалось даже обычными родительскими обманными обещаниями привезти экскаватор попозже, скоро, через несколько дней. На этот раз Фурман победил. У папы было очень кислое выражение на лице. «Кроме чемодана придется тащить через весь город еще и эту железную громадину». Ну, довезли ведь. Потом Фурман с трудом устроился с ним в автобусе. Воспитательница и без того раздраженная усадила его на одиночное сиденье за спиной у водителя. Оттуда и видно-то ничего не было. И скучно же ехать одному. Ради экскаватора пришлось согласиться. По дороге он гремел, гремился и величаво царапался. Сидеть с ним на руках было трудно. Оставить его в проходе воспитательница не разрешила. Ехали ужасно долго. В автобусе было душно. Многих, и Фурмана тоже, стало укачивать. Но и это испытание кончилось. Вот и песочница. Внутри нее машина была еще больше похожа на настоящую. До обеда успели поиграть только чуть-чуть. Потом все спали. А вскоре после полдника пошел сильный дождь, который продолжал лить до самого вечера. Зато утром все сияло. Песок, правда, был еще сыроват. Копать трудно. Но следы ребристых колес отпечатывались на нем. Просто загляденье. Фурману, конечно, все заведовали. Мало кто догадался взять с собой из дома хоть какие-нибудь игрушки. Набралось несколько солдатиков и маленьких машинок. К экскаватору образовалась очередь. Фурману даже пришлось оторваться от строительства и взять на себя роль директора, а заодно и начальника милиции. Чтобы все не перессорились. Во второй половине дня Фурману потянулись осматривать знакомую по прошлым приездам детсадовскую территорию. Перед уходом он закрепил порядок очереди и поручил кому-то унести машину в корпус, если пойдет дождь. Дальше все как-то закрутилось. На следующий день утром накрапывал слабенький дождик. Похолодало. Тихо светился везде одинаково серый, без теней воздух. Песок возле крыльца странно ужался и закручавился от ударов дождевых капель. Надев плащ, Фурман пошел посмотреть, как там их город. Забытая машина, нелепо накренившись на бок, одиноко замерла в углу песочницы и небо посыпало ее дождевым пеплом. Они оставили его здесь на всю ночь. Под дождь. Да как они могли? Наигрались и бросили. Мокрая холодная дверца распахнута. Рука бездействует. Один из тросиков уже оборван. Вот почему там не крутится. Он перенес экскаватор на ровное место и попробовал повертеть в другое колесико. Над песочницей разнесся резкий скрип. Хлоп, похожий на стон. Фурман даже вздрогнул. Это он виноват. Ушел, понадеялся на кого-то. А что им-то? Это же не их. Может, даже нарочно и оставили. Из зависти, чтобы уж никому. А он-то мечтал, как радостно все будут играть. Он поднялся, отодвинув капюшон. Сверху по-прежнему капало и моросило. Какие же они злые! В груди у Фурмана было пусто и холодно. Намного пустее, чем на улице в эту непогоду. Преданная и испорченная игрушка стала ему неприятно. Чужая, ржавая, никому не нужная. Пропади она проботом. Он медленно пошел обратно в корпус. Там царила сонная дождевая скука. Все еле ползали. Фурман достал карандаши и сел рисовать. Но на глаза наворачивали слезы. Ведь все-таки это была вещь из дома. Мало того, что другие над ней издевались. Так теперь еще и он отказался от нее, когда ей плохо. Даже если ее сломали. Разве можно оставлять ее там? С пылающим лицом он отложил карандаши, лихорадочно оделся и побежал к песочнице. Там все было по-прежнему. Фурман поднял экскаватор, занес его в корпус и аккуратно поставил на полу в раздевалке в сторонке от наваленной обуви. Здесь было сухо и довольно тепло. Если кто-то захочет, пусть играет. Бабка-тряпка. «Нет, ты не пойдешь?» Уже сердясь, повторила бабушка. «Нет, пойду!» Обозлился Фурман. «Пойду!» «Ну, раз ты так со мной разговариваешь, пожалуйста, ступай куда хочешь. Только ко мне больше не обращайся!» Было тихое и морозное зимнее утро. Дедушка с бабушкой заканчивали завтрак. В комнате пахло кофе. Звонко и равномерно позвякивали ложечки и чуть глуши чашки и блюдца. Кофе у дедушки с бабушкой был ненастоящий. С цикорием. Сверху его из особой кастрюльки обильно доливали кипяченым молоком с огромными отвратительными пенками. При виде их Фурман каждый раз содрогался и отворачивался. А дедушке с бабушкой жирные пенки почему-то нравились. Сахар они тоже ели по-особенному. В прикуску. Время от времени дедушка доставал из буфета пакет с крупным кусковым сахаром и специальными щипчиками раскалывал неровные голубоватые головки на маленькие аппетитные кусочки, складывая их затем в почерневшую мельхиорованную сахарницу с круглой откидной крышкой. Фурман иногда играл в нее, как будто это танк, и получал удовольствие, хлопая тяжелым люком. «А я все равно пойду. И ты мне не указ поняла?» в ярости выкрикнул Фурман. Бабушка, хмурясь, отвела глаза в сторону и сделала вид, что не слышит. «Илюш, ты будешь еще кофе?» С нарочитой заботливостью обратилась она к дедушке. «Подли мне, пожалуйста, чуть-чуть горяченького. Все-все, хватит. Спасибо. Извини». Фурман мельком злорадно улыбался, хотя дедушка-то ни в чем не был виноват и, отойдя к дальнему углу большого обеденного стола, с вызывающим прищуром взглянул на своего врага. Но никто этого не заметил. Похоже, они решили вообще больше не обращать внимания на своего внука. Нарочно показывают, что им нет до него никакого дела. Ах так? Фурману захотелось сделать что-нибудь совсем плохое. Стянуть скательца стола? Это, наверное, все-таки слишком. Там же кипяток стоит. Плюнуть на пол в их сторону? Это почти как уйти из дому насовсем. Лучше что-то сказать. Такое, чтобы она узнала, как его обижать. Фурман мстительно пожевал губами. Надо поскорее, а то они сейчас уже допьют. Бабка-тряпка, глухо произнес он, довольный собственной находчивостью. В комнате повисло молчание. Что? Что ты сказал? Бабушка Фри встала, и он даже испугался. А что он такого сказал? Может, она не расслышала и подумала что-то другое? Бабка-тряпка! С наивным веселым вызовом продекламировал он. Бабка-тряпка! Бабушка села, гордо вскинув лицо. Кажется, Фурман добился своей цели. Все обиделись. Дедушка, громко вытягивая остатки кофе и стакана, качал головой и приговаривал. Нехорошо, Сашенька. Зачем же ты так? Очень нехорошо. Фурман в раз покраснел и тяжело надулся, сдерживая слезы. Спасибо, Линочка, сказал дедушка и вздохнул. Бабушка сидела с каким-то каменным выражением. Она держала во рту кусочек сахарку, медленно прихлебывала из своей чашки с цветочками и на Фурмана не смотрела. Он вдруг подумал, что если бы бабушка была маленькой девочкой, она бы сейчас заплакала. А так? Она как будто просто задумалась о чем-то очень-очень печальном. Фурман дрогнул. Исправить все было уже невозможно. Он был гадким, гадким и злым. Поэтому ему оставалось только растерянно твердить, как бы уже не про нее, а так, тихонько, ни про кого. Бабка-тряпка, бабка-тряпка. Потом он замолчал. Наконец бабушка очнулась от своей задумчивости, тяжело встала из-за стола, собрала грязную посуду и пошла к двери. «Прости», – пробормотал Фурман ей в спину, но она не обернулась, скорее всего, не услышала. Постояв в одиночестве и чувствуя, как страшно набухает и растет общее горе, Фурман кинулся в маленькую спальню. Дедушка стоял там посреди комнаты, ничего не делая. Глаза у него были грустные. Фурман обиженным тоном сказал, что он уже попросил у бабушки прощения, а она ничего не ответила. «А ты попробуй еще раз», – посоветовал дедушка. «Сейчас я ее позову». Красная площадь. Детский сад был за Гумом в одном из тамошних пустых и скучных проходных дворов. Однажды группу завели в пестренький и такой с виду приветливый храм Василия Блаженного. Внутри он оказался совершенно другим, в его узких, полутемных, обшарпанных ледяных коридорах с бесконечно кривящимися поворотами и внезапными крутыми ступенями было просто жутко. Проходя после той экскурсии мимо крошечных слепых окошек, Фурман каждый раз с недоверчивым испугом поглядывал на этот красочный торт. На площади группу частенько привечали по-особому одетые, жизнерадостно каркающие иностранцы, в том числе и японцы. Все как на подбор, маленького роста и какие-то грустные. Знающие шепотом объясняли, что на них американцы сбросили атомную бомбу. Некоторые иностранцы пытались говорить по-русски и с ободряющими улыбками дарили молчаливым, скованным детям значки, карандаши и прочие мелочи, на которые воспитательницы смотрели с очень большим сомнением, разрешая оставить только значки. Дома родители подтверждали, что любой из этих сюрпризов может оказаться заразным и предупреждали, что в следующий раз лучше ничего не брать. Впрочем, потом папа разбирал по значку, что это были безопасные туристы из ГДР. Но все равно лучше в таких случаях отказаться. Мало ли что. И действительно, у многих иностранцев глаза были скрыты за темными очками, и как-то они слишком уж радовались при встрече. Что они, детей, что ли, никогда в жизни не видели? Тусклым осенним утром, когда младшая группа по дороге к Александровскому саду доплелась до мавзолея, одна из воспитательниц быстро договорилась с кем-то в самом начале огромной очереди, и группа, сразу сбившись из растянутой на пары гусеницы в плотный комок, вдруг оказалась вобрана внутрь и тут же подхвачена текущим с густой неотвратимостью людским потоком. Короткое оживление на окружающих лицах взрослых сменилось смущением и торопливым приготовлением к чему-то очень важному, что вот-вот должно произойти. По мере замедленного приближения к открытым в темноту широким дверям, замёрзшими по бокам часовыми, общее волнение всё возрастало, и Фурман, чтобы избавиться от охватившей его тревоги, стал внимательно рассматривать ближнего к нему незыблемого чистенького солдата с упертой в гранитный пол новенькой матово-блестящей винтовкой. До сих пор Фурмана не покидало сомнения, что эти с невозможной чёткостью марширующие солдаты в самом деле настоящие, живые. Недаром всем азартно хотелось, чтобы один из них вдруг споткнулся или хотя бы сбился с ноги. Но вот они совсем рядом, их свежие лица с неровным румянцем на щеках, и глаза настоящие не стоят на месте, хотя и очень стараются. Взгляд вдруг скользнул по Фурману. Он робко заулыбался. Нет, они не рассмеются приветливо. Здесь нельзя. Они на посту. И вот уже небо остаётся позади. Шаркающая полутьма. У стены немолодой офицер руководит в полголоса. Он здесь знает, куда идти. Не торопитесь. По десять шагов вперёд и остановка. Десять шагов, остановка. Волнами спереди и сзади шарк. Тусклые светильники, страшные тёмные углы, резкие повороты. У каждого строгий офицер. Остановились. Дальше помещение расширяется. Свет направлен куда-то в одно место. Не останавливаться. Не останавливаться. Смотрите, смотрите, шепчет рядом воспитательница и тянет голову, кивает, показывает глазами. Туда. Обходим. Огибаем какое-то тёмное, растворяющееся возвышение с тонкими колоннами по углам, накрытое смутной крышей. Мерцает малиного и резко ало тяжёлый бархат. Проходим. Не задерживаемся. Проходим. В центре чуть приподнятой головою к нам лежит маленький бело-освещённый человек с закрытыми глазами. Что он здесь делает? Спит? У него очень усталый вид. Нельзя останавливаться. Огибаем. До живота он укрыт красивым одеялом, но сверху на нём пиджак, белая рубашка с галстуком. Он не шевелится. Рука лежит на груди. Он мёртвый? Это Ленин. Не видно. Уходим в чёрный проход. Куда-то сворачиваем. Такой маленький. Свет неба режет глаза. Где это мы? Вышли из подземелья? А как же это у него повсюду голова? Сгрузовик? Он, мумия, засох. Трудно привыкнуть к плоскому простору булыжной площади, светящемуся пространству. Кажется, булыжник пластами покачивается впереди. И справа тоже. Как заколдованный смотришь на очередь туда. Рисунок на чёрной бумаге. Эдуард Ильич, фурмановский папа, перешёл на другую работу и больше не мог возить фурмана в свой ведомственный детский сад рядом с гумом. Поэтому с осени фурмана перевели в ближайший к их дому садик, оказавшийся на другой стороне улицы, в большом жёлтом доме, через арку которого фурман часто ходил в парк или в детскую поликлинику. Фурман довольно быстро обвыкался, но однажды произошло тоскливо поразившее его происшествие. Группа организованно вошла в подъезд после прогулки на заметно похолодавшем воздухе, и уже у самой двери в детсадовское помещение возникло небольшое столпотворение. Внутри этого спокойного столпотворения высокий филатов и до этого несколько раз странно улыбавшийся при виде фурмана вдруг сказал «Ха-ха-ха! И ты! Форточка!» Фурман не понял и спросил «Чего? Почему? Я теперь буду звать тебя Форточка!» радостно объяснил филатов «Фурман! Форточка!» Драться с филатовым было, видимо, довольно опасно, да и приставал он в общем-то почти беззлобно, поэтому фурман ограничился тем, что сказал ему «А ты-то сам филат!» и они мирно просочившись в раздевалку разошлись, но фурман так и не смог понять, почему это фурман форточка и как это вообще может быть. Он вспоминал, как открывается и закрывается форточка у них дома и не мог обнаружить никакой связи с собой. Впрочем, Филатов вскоре исчез из детского сада. Неужели он думал, что это рифма? В какой-то момент воспитательницы обнаружили, что фурман умеет рисовать и когда потребовалось срочно отправить рисунки на какой-то конкурс, его усадили за стол и выдали кучу разных коробок с красками, до этого где-то прятавшихся. Фурман с интересом пробовал из разных тюбиков и лоточков. Такое количество красок он видел только у соседки тети Вари, молодой и очень бедной художницы, жившие в их коммуналке в комнате рядом с кухней. Заканчивая третью картину, фурман вдруг обратил внимание, что девочек, рисовавших рядом, давно отпустили и более того, половину группы уже разобрали по домам. Фурман решил заканчивать и стал складывать краски. Но тут к нему подсела энергичная пухленькая воспитательница, быстро просмотрела его листы и демонстративно похвалила, обратившись к напарнице, которая помогала одеваться тем, за кем уже пришли. Нет, Валь, ты посмотри, какой молодец! Здорово! Просто отлично все сделал! Валь, посмотри! И тут, и тут... Прямо как художник! Та с усталой улыбкой, не прерывая своего занятия, близоруко глянула с другого конца комнаты и кивнула снизу вверх. Правда здорово? Ты подожди, подожди! Фурману пришлось снова сесть. За тобой ведь еще не пришли? Нет, ответил Фурман, посмотрев в сторону раздевалки. А кто за тобой сегодня должен прийти? Папа, осторожно сказал Фурман и добавил. Он обещал пораньше меня забрать. Ну, пока его нет, ты у нас успеешь еще одну картинку сделать. Ты ведь никогда не пробовал рисовать на черной бумаге. Посмотри, какая. Подумай, что на ней можно нарисовать. Фурман ждал папу, но отказываться было неудобно. И представить что-то на этой бумаге было интересно. Воспитательница не уходила. Наверное, это должна быть ночь. Зимняя ночь. профессионально таинственным голосом предположила она. Давай, бери кисточку, а то скоро папа за тобой придет. Фурман несколькими широкими плавными линиями открыл в черноте плотного листа невысокие холмики заснеженной равнины. Потом проложил овражистую снежную колею. Получилось грубовато, но белая краска на этом глубоком черном фоне все равно пела. Пустота дороги взывала оживить ее, и фурман, подвешивая в голове книжные картинки к сказкам Божова «Серебряный олень», занялся небольшой кибиткой с кучером и темно-гнидой лошадкой, толстоватые ноги которой вязли в колее. В правой части листа перед ними расстилалась широкая темная степь. Фурман чувствовал, что где-то вот тут остро не хватает месяца. «Ну как?» подсела воспитательница. «Нормально». «Хорошо, только ты чего-то мелковато начал». «Ну ничего, я тебе сейчас помогу. Давай, вот здесь нарисуй дом, избушку». Избушку за снеженной крышей Фурман умел рисовать, но воспитательница была разочарована тем, что домик был далеко. Фурман оглянулся и увидел папу, заглядывающего из раздевалки. Фурман вскочил и, объяснив, что за ним пришли, пошел к папе. Почему-то Фурману показалось, что папа стоит здесь уже довольно давно. «А мы вот рисуем на конкурс», сообщила воспитательница. «В Германии будет конкурс детских рисунков, и мы туда пошлем рисунки вашего Саши. Только вот он не успел закончить, а нам сегодня уже нужно все сдать». «А, так вы занимаетесь? Ты рисуешь, Сашенька?» спросил папа, поглаживая Фурмана по плечу. Тот кивнул. «Если вы не очень спешите, может быть, Саша закончат, и я его отпущу?» «Конечно, конечно. О чем разговор?» «Я подожду, сколько нужно», сказал папа. «Иди, Сашуля, доделывай свою работу». Фурман сел на место, но затея рисовать большую избу казалась ему нелепой. Возникло некоторое напряжение, которое разрешилось очень просто. Воспитательница взяла руку Фурмана, крепко зажала в ней кисть, обмакнула кончик в какую-то совершенно дикую желтую краску и стала быстро и уверенно рисовать фурмановской рукой. На переднем плане возник большой деревянный дом с окошками, который воспитательница, отпустив Фурмана, предложила закрасить ярко-красным, как будто там горит свет. Небольшой дымок из трубы был рукою Фурмана превращен воспитательницей в тяжелые клубы. Папа уже второй раз тоскливо заглядывал в дверь. — Вы торопитесь? — неискренне забеспокоилась воспитательница. — Мы уже кончаем. Осталось совсем немного. — Ничего, пожалуйста, работайте. Просто сегодня суббота? — с виноватым огорчением пробормотал папа. Я пришел с работы пораньше. Всех уже забрали, но ничего, ничего, пусть трудится. Все это было как-то глупо, особенно когда она водила его рукой. Наконец все, что она хотела, было сделано, и она уже собралась отпустить Фурмана. Но он, успокаивающе посмотрев на папу, который не отходил от дверей, сказал воспитательнице, «Тут надо еще луну». Она слегка удивилась, но дала ему устроить над крышей маленькую желтую луну и несколько звездочек. Правда, под конец взяла и намалевала луну в два раза больше. «Ну, теперь все», сказала она. «Молодец, иди». И Фурман с немного грустной улыбкой пошел к папе. Потом в семье долго говорили, что Сашины рисунки отправили на конкурс в Германию. «Молодец, иди».